О, какая надпись старинная! Вы посмотрите! Да, всё это очень интересно, но у меня есть неприятная новость. Ну вот, сколько дней разницы, вода уже вся ушла. А вот и это плохая новость. Звук не записался, поэтому я просто наложу музыку и обрежу кадры чисто для ознакомления, где мы прошли. Если кому-то будет интересно, я вернусь туда и сниму по-новому этот путь, потому что всё равно надо попасть к тем вагонам старым, которые стоят на старом пути. Когда это всё будет, пока неизвестно. Мы тут подумали, раз этим четырём мужикам, пять даже, да? Можно здесь ходить, значит и нам можно. Вот такая заброшенная будка, в неё мы не полезем, она всё равно закрыта. Мы сейчас выйдем туда, где мы заходили до этого, смотрели. И спустимся на дорогу. Вот и всё. На этом нашей сказочке конец. Как говорится, а кто слушал, молодец. Блин, ты чувствуешь, воняет? Вот реально, ребят, хорошо, что видео не передаёт запах. Здесь говном воняет. Как будто, я не знаю, тут вся канализация города Владимира стекла именно сюда. Осторожно, вот с этим ящиком. Так, вот здесь мы заходили, да? Вот тропинка. Да, всё. Пойдём вниз. Больше нам тут ловить нечего. Да. Здесь вот эта штука, да? Она больше похожа, как будто здесь лодки разгружают. Я не знаю. Такая интересная постройка. Дамба не дамба, но что-то непонятное для меня. Кто знает, что это такое, напишите. Ну вот мы у самой Клязьмы. Красота. Не знаю, против солнца будет видно, нет? Вон там, вон, видно Успенский собор. Прикольно здесь. Уж вон на сгоревший дом я не полезу. Ты не хочешь? Вон, дверь или мостик из двери. Проверять тоже не будем, а то ещё уплывём до Коврова на этой двери. Прямо отражается. Удачное действие для прогулки. Вот, сейчас видно, что там Успенский собор. Круто. А вот здесь так, представляете, живут люди. Прикольно, да? Живёшь прямо у реки. Только вот, интересно, как у них во время разлива здесь. Здесь вроде бы высоко, но я думаю, всё равно вот досюда вот и дотекает. Ладно, идём дальше. Вон там рыбак идёт. Здесь, короче, ходят все, кому не лень. Это мы просто думаем, что здесь территория охраняемая какая-то. А, похоже, она заброшена. Так что пошли мы вот в эти дебри. А это ведь реально дамба. Смотри, я уже такие видел. С одной стороны она вот так, точняк. А с другой, как раз вон там получается сзади тебя выход. Значит, это да. Такое дело здесь. Прикольно. Видимо, да. Ну ладно, идём дальше. Вот по таким шпалам шагаем. И здесь, видимо, этих путей было много. Но, как моя любимая фраза, добрые душевные люди всё спёрли. Тут вон вообще какие-то трубы уходят вон в сторону чего-то. Да, интересно здесь. Не хочешь зарушить столб? На нём лестница есть. Проводов нет. Можно смело лезть. Ну, я не про это хотел сказать. Вот я с детства тоже здесь хотел побывать всегда. Посмотреть, чё здесь. И вот почти к моему дню рождения, да, спустя очень много лет я сюда попал. К чему я это? Занимайтесь своей жизнью вовремя. Это я к ребятам, к молодым. Не слушайте, чё вам вешают другие. Вот такие вот эту всю хрень, как правильно, как надо. Посмотрите просто на жизнь того человека, кто вам это рассказывает. Туда мы решили не ходить, потому что нам надо ближе к автоприбору держаться. И мы пойдём вот по этой тропинке в надежде, что она нас приведёт... Как она там? Тес или как она там? Не помнишь, Серёг? Ну да, Тес. Вот, в общем, что в сторону Тес мы придём. Будь здоров. Снова пришли к этому ручью. Рпень, по-моему, он называется. Чё-то так. На карте посмотрю. Мы теперь идём вообще вдоль воды. Здесь вот такие старые столбы. Вон сортировочная станция вдали. Здесь вот её другая часть. Там другая, куда мы не попали. Вон поезда едут, если видно. А мы будем пробираться дальше. Серёга сейчас мне такой говорит. О, а я же тут очки одевал. И думаю, чё такого-то? Оказывается, мы уже практически вон где. Может, дойдём всё-таки до туда. Там тоже этот, кстати, ручей идёт. Нам придётся через него лезть. Там такой есть мостик стрёмный. Но я не знаю, можно через него пройти. Я на карте смотрел с гугла. Со спутника. Не будем. Говорю, здесь нормально. Всего лишь дохлые чайки. Не переживай. Понимаю. Они так делают. Да, вон на той стороне рыбу ловят. Так что это... Вообще не вижу. Есть резкость? Нет? Ну ладно. Пойдём дальше. Там вон какая-то бетонная постройка. Но мы туда не пройдём. Здесь тоже вода. Так что всё когда-нибудь в следующий раз. Хотя какой следующий раз? Тут травы будут выше нас потом. Здесь не пройдёшь. Вон та бетонная постройка. Здесь её видно лучше. Мы дальше пойдём по такой вот, если можно назвать, аллее. Прямо. Уж куда нас приведёт, не знаем. Прикольная вылазка удалась. Даже, можно сказать, нормальная. Сколько? 17.10. У нас во сколько? В 38 на вокзале она выезжает. Ну, 10 минут она ехать будет до сюда. Вообще-то 5. 5? Ну ладно, идём быстрее. Вот нашли трубу. Я... Блин, солнце в глаза светит. Не вижу ни хрена. Ага. Это, наверное, та, которая у дамбы была. Да ускорим, ускорим процесс. Вот уж, скорее не бывает. То ли хорошая новость, то ли плохая, но мы уперлись в их забор. А к сортировочной станции у нас вода. Мы тоже пройти не можем. У нас есть надёжность, что вот эта тропинка идёт в обход. Но там вон дыра в заборе. Мы хотим посмотреть, что там. Я думаю, вы все поняли. Там мы не прошли. Мы вон там были. Здесь вот тоже у них какая-то дыра в заборе. И мы сейчас попробуем пройти здесь. Ну вот про это я и говорю. Если вот за мной не видно заборок, а будет здесь ничего нету. Никаких запрещающих надписей тоже нет. Какая-то дорога идёт туда непонятно. В общем, как-то так. О! Какая надпись старинная. Вы посмотрите. Да, всё это очень интересно. Но у меня есть неприятная новость. Я тебе сейчас её скажу с выключенной камерой. Вот здесь у них такая хрень. Вон тот ручей перетекает в этот. Ну что, идём. Так иди. Пока прямо, по следам. А там по обстоятельствам. Зацените. Совсем близко. Ну что, там есть дорога? Красота. Мы так и не поняли, где мы идём. Но дорога хорошая. Смотрите, куда мы пришли. Железка вон. Нам надо вот в ту сторону. А там вон вроде какой-то забор начинается. Здесь я на электричке ехал, смотрел. Тут какая-то организация с воротами. Ладно. Идём пока туда. Ну, что сказать. Здесь чьё-то место. Вон здесь рыбу ловят. Экзотика. Прямо у этих. У охладительных. Или как они называются. Градильня. Вон Серёга говорит. Серёга уже. Ему нахрен не нужна никакая городильня. Или как-то так. Вот. Упёрлись в забор. Сейчас попробуем пройти вот здесь. Если там нигде пройти нельзя. То он меня сейчас будет крыть. Я удачно пришёл. Правда, я не знал, что здесь нельзя пройти. Но сейчас мы попробуем дойти вон там. Там должен быть мост. По крайней мере, он есть на карте. Но всё. Проход закрыт. Купание запрещено. У них вот здесь ворота. И вот стоят эти штуки. Круто. Пройти нельзя. Вот эта труба, похоже, здесь. Вот, может быть, здесь можно обойти. Слышь? Иди-ка сюда. Вот здесь вдоль можно обойти. С этой стороны забора ходить не запрещено. Да, угарно. Здесь такой шум стоит. Как говорится, я это сделал. Давно хотел поближе к ним подойти и посмотреть, что они из себя представляют. Было просто интересно. По-другому никак это не скажешь. Так что, плюс один, где я хотел побывать. Ещё бы попасть туда наверх, было бы вообще интересно. Так. Ну всё. Здесь уже какая-то дорога. Я думаю, мы это дело сейчас обойдём и попадём на автоприбор. Ну вот мы снова вышли с железной дороги. Сейчас посмотрим, успеем мы куда, не успеем, потому что до автоприбора ещё далеко. Вот этот арпень, правильно я сказал. Вот он. Пошли пока никого. Ничего не едет, да? Ну, нашу электричку мы пропустили ровно на 3 минуты. Вот так вот. Вон к тебе голубь облезла и идёт. Хлебушка ему отдать надо. У нас же есть хлебушек. Голубь, сейчас мы тебе хлебушку. Только ты ему покроши. Он, смотри, даже не боится. Ну да, он тебе что, собаку-то ему показал, что ли? Да. Ты ему маленькими покроши. Идём. Вот. Не, помельче надо. Ты ему сейчас новый дай. Не, ну он тебе не отдаст, ты что. Он проглотить не может. Не, не, мельче, краше. Он его, видишь, это, клюёт, а толку нету. Он его раскусить не может. Сыпани ему нового, может услышат. Во, ещё один. Но этот покрепче, поздоровше. Как думаешь, он у него будет отнимать? А тот пытается оторвать. Не, подожди, не кидай этому. Может, этот решит у того отнять корку. Вот, когда он корку отнимет. Вот, вот. Вот теперь того облезлого кидай мякиш тому облезлому. Слушай, а тут посообразительнее, смотри. Да. Вот, кидай этому облезлому. Пусть ест. А того быка мы сейчас, если что, это, прогоним. Тот пусть корка идёт, довольствуется. Так, ещё один. Сейчас начнём. Опа, смотри, этот посмелел. Нет, давай облезлого кормить. Эти выглядят как минимум, что они ещё неделю без еды проживут. Ну, кинем побольше, подальше. Да этот, мне кажется, птенец какой-то. У неё ещё перьев нормальных нет. Вот, пусть вычёт. Да. Опа. Так, галка прилетела. Под шумок. Короче, антиверсивный сейчас. Опа. Бойня. Бойня за корку хлеба. Да, тебе доверёшься. Бойня. Продолжение следует...